...ценностью, в общем, начинаешь понимать, что эти дома, которые не отличаются точно так же качественными, художественными, как средневековые дома европейских городов, что они, в общем, сейчас уже несут совершенно другую ценность. Они становятся просто элементами, клеточками, составляющими какой-то новый, удивительный, ни на что не похожий, замечательный, уникальный и требующий уже бережного отношения и сохранения мир. Поэтому меня так отпугает за то, что называется сегодня в Москве, реновация, потому что я понимаю, что это все может быть просто невозгратно потеряно. Дальше, пожалуйста. Это фотография моего родного города. Я родился в Ленинграде. Сейчас он там покажу. Это невероятно атмосферный город, который тоже очень странный, имеет судьбу и, в общем, для чего я хотел эту фотографию показать. Я просто думал с маленьким, маленьким таким поделиться переживанием. Вот так получалось, что я родился там, рожил всю жизнь в Москве. И в Ленинград я ездил там в течение всего своего школьного детства. Ну и потом, естественно, жил там у теток, любимых. Любимые тетки меня там подвели по музеям и театрам. Я страшно все это любил. Вот. Но вот каждый раз, когда я приезжал в Ленинград, я ощущал, что в этом городе есть какая-то сложная, суровая, строгая атмосфера, которая запрещает там, мне казалось, так громко разговаривать, с инъекцией. И я понимал, что, наверное, это потому, что не так давно здесь произошла большая трагедия. И все мои старшие родственники, они так или иначе были участниками этих трагических событий. И мне казалось, что вот эта мемориальная атмосфера, это как бы, ну, так, ну, не говорят там, кто-то, повешенный ладрёвки. И вот. Но в какой-то момент это прошло. То есть торжественность и красота остались, и ушел вот эта атмосфера ауэротерогизма. И я подумал, что, в общем, всякое вот такое тяжелое человеческое переживание, оно так или иначе откладывает от некий отпечаток на то, что называется городской средой, городской атмосферой. И что, в общем, это важный, очень важный аспект – город. И, собственно, город – это вместилище вот этого сложного, тонкого, непонятного контента. Давайте, пожалуйста, идем дальше. И это другой великий город, это город Стамбул. И тут я бы хотел сказать, что город – это вообще очень важное понятие, и, в общем-то, наверное, такое основное, фундаментальное понятие цивилизационное. Это всей той части человеческой цивилизации, которая выбрала оседлый образ жизни. Есть же альтернативы, да, есть там, можно быть, качевник, но город – это самая главная единица, причем город самый постоянный. Государства возникают, исчезают, приходят, уходят, приходят, уходят лет на самороды, а город остается. Вот город Москва, там не самый старый город. Если посчитать, он сегодня существует уже в шестом государстве, если начать, там, с Владимира Суздальского, княжеского, московского, московского лицарства, Российской империи, Советский Союз, новый участок Российской Федерации. Меняется все, но остается город. Но Москва, там, тем не менее, все-таки сохранила какую-то основную свою этническую принадлежность. А вот город Стамбул, в нем изменились цивилизации, этносы, народы, религии. Но, тем не менее, это все, пройдя через этот город, это все насыцело чем-то любом. Город остался, город сохранился, и в нем есть некая преемственность, и те, кто сегодня там живут, они, в общем, все пользуются и питаются. Я когда приехал в Стамбул, я, в общем, ничего не ждал. Ну, как-то так не было у меня никакого предосхищения, я полагаю, какой-то там дулецкий город. Я приехал туда, я понял, что, наверное, это самое сильное впечатление к церкви города. Дальше, пожалуйста. Ну, во-первых, вдруг, почему-то я там понял, что я абсолютно отношусь в какой-то ритме, в какой-то резонанс пространства. Вот там, стоя вот на притворе Светлановского дворца, я вдруг подумал, что он сейчас спросил меня, где находится Москва. Я вот точно очень положил пальцем, она вот там, а там Лондон, вон там, а он там, наверное, и это будет достаточно точно. В общем, вдруг оказалось, что это место – такой пункт, такой центр, такой контрапункт вообще всего землеустройства, в котором ты вдруг начинаешь понимать свое место, пространство, жизнь, во время жизни. И там, один раз у меня такое странное переживание, там рядом со своей гостиницей нашел небольшое кафе, никакое, ну, просто такая стекляшка, в котором, почему-то, можно было находиться бесконечным долгом. Можно было прийти туда, взять там бокал белого сухого вина и сидеть, смотреть в окна. Дальше, пожалуйста. И вот в какой-то момент он прошел официанта, вот тут вот, наверное, турецкого официанта, и показал мне на стекло в полу и говорит, а вот вы там вот были, а там какая-то пыльная поверхность такая, не было бы, не было бы, а что там, ну, надо выйти в отвор, спуститься. Я объяснил. Я вышел в отвор, спустился, можно дальше. Филипп. Ну вот, и вдруг оказалось, что под этой кафешкой своды, пространство, высокие потолки, то есть там оказался аптечный дом, непонятное назначение. И вдруг я понял, что это кафе, просто как кот на печь, на печье сидит и греет с вот этими невероятными монастями какой-то страшно накопленной энергии, энергетикой. Вот, и тогда, вот я хочу сказать сразу, я материалист, да, я там, во что, как бы не верю, но есть некие вещи, которые, в принципе, объективно существуют. Вот там замечательный, значит, наш основатель советского капиталства Владимир Вячеславович Ленин, но, поскольку мы не думаем, это так. В материи есть объективная реальность, данные нам ощущения. Вот, подумав над этой фразой, я подумал, что если, значит, есть ощущения, то, безусловно, совершенно это и есть объективная реальность. И там ощущения абсолютно реальны. То, что они никак не измерены сейчас никакими физическими инструментами, говорит не о том, что вот этого нет, а говорит о том, что это просто наука не доросла и не создала таких инструментов, которые могли бы измерить вот это поле. А поле, в общем, известно и даже описано. И это, наверное, то, что после Академии Габернацкого называется ноу-сфера. Вот эта накопленная атмосфера, ноу-сфера, она, собственно, живет вот в этом самом парде каменных строительных сооружений. Дальше. Но это, опять, на тему этого поразившего у меня интерьера. Дальше. Вот. И это, как бы, опять тут, в некой нету связанности можно я лечь, но тем не менее, я скажу, что вот самым лучшим местом в Москве и идеальным примером городской среды правильный, я считаю Кремль. Ну, страшно, совершенно повезло. И Кремль – это место, которое, значит, застраивалось энергично разными людьми, разными поколениями, причем без оглядки на прошлое. Ну, вот так повезло, то есть Кремль все время шел там по лезвию битвы. Вот, если бы не это случайность, то, возможно, силами прекрасного, великого, может быть, одного из лучших российских архитектов Липаженова и его строительства на Кремльевском холме Нового Екатеринского дворца мы бы, наверное, прием не потеряли. Но, к счастью, это не случилось. И вот там я небольшой территорию, отнесенной стеной. Можно дальше? В разное время по... Обратно, пожалуйста. Обратно можно? Вот так, да. Потому что здесь эта картинка единственная. Люди строили разные здания. Но здесь просто три дворца. Четыре, прошу прощения. Первый Теревной дворец, это 17-й век. Потом Большой 17-й, 17-й дворец, по-моему, значит, через полтора-ста лет. Потом Большой Кремльевский дворец. И, наконец, еще через полтора-ста лет, в 61-м году, построен Кремльевский дворец Съездов. И все эти здания, удивительным образом, абсолютно разные по характеру, тем не менее, уживаются на одной территории. Причем вот здесь как бы настоящая совершенно честность архитектуры существует. То есть они каждый не разрушают своим объемом сложившуюся среду и при всем при этом не прячут, не скрывают свое происхождение. То есть здесь нет никакой имитации. И это, в общем, наверное, пример такого правильного отношения. То есть вот вопрос, что там сохранять и что добавлять. Ну вот, следующую, пожалуйста, теперь картинку. Это просто пример того, как, наверное, делать было нельзя. Это верхний левый угол, это Кузнецкий мозг, такой, каким-то уголом у него явно, студенческий угол. Здание Дома художников, архитектор Юрия Николаевича Шевердяева, построенное в 60-е годы. Цельное, простое, честное здание. Вот, наверное, Юрия Николаевича Шевердяева больше всех не повезло, точнее, его наследие. Нижняя картинка – это то, во что его превратили, как бы адаптировав к исторической среде. Вот это такой, понимаете, это такой симулятор. Это строительство того, чего никогда не было. Это строительство некого сооружения, которое такое задним ходом исправления собственного прошлого. Следующий можно? Это на ту же самую тему, почему-то меня она как-то очень сильно задевает. Это чистые пруты, Москва, первые фотографии верхних, наверное, 70-е годы, ресторан индийской кухни, того же самого Юрия Николаевича Шевердяева. Это ниже те же чистые пруты и то, во что этот дом был превращен нашим современником, не буду называть, что я скажу просто, в овощи. Вот. И как это все изменяет, нарушает, портит? Понимаете, тут, ну, понимаешь, что здесь возникает какая-то аномалия, которая, в общем, уничтожает город. Потому что то, что было подлинным, и то, что действительно не сломалось, просто потому, что я как-то склонен к расширительному понятию истории. То есть история – это не то, что случилось там сто лет назад, это история – то, что случилось вчера, а то, что уже прошло. И это вчерашний день, который нельзя пролонгировать на завтра. Завтра нужно жить какой-то другой жизнью. Следующий, пожалуйста, по теме. Ну, вот тут некий сбой. Это как раз опять на тему Кремля и на тему Кремлевских дворцов. Вот здесь так получилось, что на этот слайд попало три из четырех, которые, в общем, каждый из них, являясь достаточно большими, громоздкими, тяжелыми домами, тем не менее, прекрасно сохраняют среду и, ну, я тут не сказал, охрану, которые тоже, в общем, каждый говорит о своем времени и о последовательности. Дальше, пожалуйста. Вот, да, здесь попался тот самый первый теремной дворец. Ну, да, действительно, он был многократно перестроен, но, тем не менее, он все-таки сохранил свою суть, свои стены, свою архитектуру. Следующий, пожалуйста. Ну, не буду повторяться. Следующий, я так понял, что здесь и дальше. Перечисление этих дворцов. Это другой средневековный город. Это опять Испания. Северо-Запад, Галисия, город Сантьярд и Компостол. Вот, потому что в этом городе, вот в том соборе, хранятся мощи единственного в европейском континенте апостола, святого Якова. Ну, там, это как вы, легенда, не подтвержденная ничем, но мне кажется, что когда все знали, то все об этом согласились, можно считать, что, наверное, такая-то и есть, а мощи эти каким-то образом открыл там Сантьярд и Компостел, король Афонсо Второй, астурийский, и он туда отправился пешком. Он приложил дорогу, в которую сейчас все охотно ходят. Это удивительное и интересное приключение каменное. До Сантьярда и Компостел, вот первый путь, он проделал из Абьеда. Дальше, пожалуйста. Это такой абсолютно средневековый город, обеянный легендами. И современный, замечательный архитектор Альваро Сизо, а я уже просто знаю, какой будет следующая картинка, поэтому можно его сразу открывать. В этом городе строят музей современного искусства. И этот музей современного искусства, ну, никак не пытается подражать в готической архитектуре Сантьярд и Компостел, но тем не менее, все-таки, он не наносит никакого ущерба. Он прячется среди этой ткани, он совершенно современен, он очень функциональный, это действительно замечательный музей. Собственно, внутри это просто очень хорошее эксплуатационное пространство, но тем не менее, это вот такой, с одной стороны, вроде бы резкий радикальный жест, а с другой стороны, это самый правильный и самый точный, потому что есть какие-то характеристики, которые, в общем, содержатся, собственно, в морфотипе города. Ну, понимаете, вот как у автомобиля сломалось колесо, можно поставить новое, но оно должно быть именно того диаметра, чтобы автомобиль уехал. Дальше, пожалуйста. Это другой старый испанский город, который находится в 400 километрах от, в общем, в 600 километрах от Сантьярда Компостела, город Билибал, провинция Воскония. Ну, город не такой древний, город в основном 19 века, и до какого-то момента он был дико скучный. Я там в Террибале попивал лет 30 назад, и, в общем, это был, наверное, самый скучный город Испании. Но в какой-то момент туда пришел архитектор Фрэм Герри, вот следующую картинку, и поставил в этом городе вот всем известное сооружение музея Волгенхейма. Это абсолютная антагомист, что это по-другому. То есть это такая архитектура, взрыв посредине города, возрушающий, причем, то есть, в общем, там экспозиции практически никакая невозможная. Там этот дом, он, в общем, сразу выполнил все. И предмет экспозиции. Там, в этом музее, стоят две возможных скульптуры сыра, которые, возможно, оттуда... Ну, там, в один момент, может, в трех залах произвести одна выставка Капура, например, как вот я, там, в последнем скачу. Следующая, пожалуйста, картинка. Но, тем не менее, вот этот продикаемый жест в этом городе, вот тот, который взрушает город, он тоже добавляет, он заполняет некую вакуну. И самое удивительное, то, что это вообще великое сооружение, потому что оно меняет судьбу города. То есть оно как-то перенастраивает вообще-то все его содержание. И этот город в одночасти перехватывает пальму первенского и другого модного испанского города Барселона. И Барселона сразу становится таким, в общем, уже немножечко отстоем. И вся культурная, вся модная жизнь перемещается в бельбал. Все самое лучшее, что происходит сейчас в Испании, начинается... Все искусства, все науки и, в общем... И при этом он тут же прорывает свое состояние внутрииспанского явления. То есть он становится явлением... То есть он становится таким лучшим, ну, как Нью-Йорк. Может, как-то слегка прибрал. Дальше, пожалуйста. Это Москва, Ордынка. Наверное, последний из московских полиц, который, в общем, сохранило то, что можно считать московским орфотипом. Он, правда, тоже находится под угрозой, но, тем не менее, московский орфотип, он хорош тем, что он собран из разных кусков. Вот замечательный, совершенно посылитель, теоретик, строитель Алексей Рябузович Бутнов в свое время нашел, что главное отличие московского орфотипа от питерского в том, что в московском ни один карниз не повторяет другой. И что бренд мало, это главная фишка московской застройки. И вот здесь как раз видно, что рядом с одноэтажным деревянным особнячком легко стоит шестиэтажный доходный дом. Рядом дом, то есть стили, высота, но сохраняется одно. Сохраняется, в чем, собственно, заключается вот это постоянство московского морфотипа, это процеляция. Сохраняется размер участка. сейчас мы пытаемся как раз в следующем проекте именно таким образом подойти к орденке, еще раз, про дырку. Тут так много сейчас думало, потому что там как раз у нас есть такое предложение, которое должно несколько изменить. но его сложно будет сделать, потому что нам надо несколько будет избирать просто рекламу на территории, потому что мы хотим на месте двухэтажного дома построить домик, но вот такой, как если бы его построил тот же Лензе или тот же Кепш. Вот примерно вот такой, как на этой картинке. Но это как в отдельности. Дальше, пожалуйста. Филипп. А, вот. Это тоже такой наш опыт недавний. Это усадь Вязенцевых Долгоруковых, Москва, Знаменский переулок, сразу за спиной Пушкинского музея. И это здание, в котором должна будет разместиться коллекция работ старых мастеров Пушкинского музея. Это в центре собственно основной корпус и два вот этих правого и левого пристройки филиппеля. Это уже советская постройка. Забыл, к сожалению, автора. 28-й год это такое, наверное, начало советского не странного классицизма. Но очень удачно и успешно вполне себе не портящие это здание. И про это здание везде было написано, когда мы начали с этим совсем работать. Мы там занимались предпособлением. То есть там была республикационная составляющая, которую делал институт СНРПМ. Это такой флагман нашей реставрации. А мы занимались реконструкцией и предпособлением и делали обычную документацию для этих функций музеев. в общем, такая тоже на грани работа, поскольку это памятник. И когда мы все это начинали делать, там об этом доме говорилось так. Работа неизвестного архитектора 18-го века. И принято было считать, что в какой-то момент первый владелец здания Князь Горицын получил в качестве приданного от боярин чернобейки палат 17-го века и разрушил на месте этих палат построил в 18-ом веке вот это центральное здание, которое потом было достроено двумя определяемыми. Дальше, пожалуйста. Так, еще раз дальше, а потом вернемся еще раз дальше, наверное, еще раз дальше, Филипп, придется, наверное, все-таки, иначе я не смогу сказать про дом Бязинских. Еще дальше. Нет, наверное, все-таки тогда нет, неправильно, тогда собьется, давай обратно, я только потом расскажу про дом Бязинских. Давай обратно, 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 Еще обратно. Видимо, вот здесь пропал просто кадр, куда-то пропала картинка, потому что она должна была быть. Просто, собственно, тогда я расскажу о картинке. Вот когда этот дом стали освобождаться от всех наслоений, от штукатурки, сделали великое открытие. Оказалось, что Голицын оставил практически полный объем этих палац XVII века, перебив там часть... Вот там должна была быть картинка странного фасада, гускутного. Он просто перебил часть оконных проемов. Часть заложил, а часть пробил. Потом после него дом перестраивался. И тогда, в XIX веке, операция была повторена. То есть там сохранились следы XVII века, корни из XVII века, появились новые оконные проемы. Потом все то же самое произошло в XX веке. Каждые 100 лет его переделывали. И вдруг, когда все это открылось глазам наших реставраторов, они сказали, ну, слушайте, ну, давайте сейчас быстро будем восстанавливать XVII век, как самый ценный, самый старый. Таких давно вообще в Москве нет. Но к этому дому было обращено очень пристальное внимание, поскольку это музей. И в музее особое, конечно, обязательство и особая ответственность перед обществом. Вдруг поняли, что если сейчас попытаться восстановить XVII век, то мы просто все разрушим. И у нас останется XXI, инкрустированный остатками, фрагментами XVII. Потому что XVII уже через XVIII и XIX ему не очень держаться просто. Потому что это карниз, а под ним там кладочка последующих столетий. Вот. И решили, что этот фасад вообще, это вот противоположный, вот этот фасад, западный фасад, решили, что этот фасад вообще нельзя ничего с ним делать. И приняли решение просто каждой из этих фрагментов подвергнуть соответствующий аутентичный отдел. В XVII век просто замазать белой известью, как печку, под рукавичку. В XVIII оштукатурить, в XIX тоже. В общем, реконструкции никакой не делалось, поскольку все фрагменты, они все уже несли характер. И самый главный характер подлинности. И, в общем, подлинность – это основное, что необходимо. Вот теперь, наверное, следующую картинку. Это будет пустой кадр. Вот. Почему здесь отложка книжки Владимира Пафернова «Культура 2». Потому что это, понимаете, тут только книги. Лучше ее прочесть, чем слушать мои объяснения. Поэтому, так как я не помню, как она вплетается в весь контекст моего выступления, я попрошу Федупа следующую картинку сделать. Вот. Это такой сейчас каменал. Это как бы только как делать нельзя. Это очень давно я сделал реконструкцию здания. Вот на этом месте стояла одноэтажная полуэлина. Это улица, когда досел, назвали большой коммунистической. Вот. И было совершенно… было известно только одно, что дом подвергся пожару, что что-то там было, но что неизвестно. И просто мы попытались восстановить то, что там было, зная его датировку. И, в общем, здесь мы как раз изобразили 19-й лет. И вот тут мы совершили определенным образом некоторые преступления. Но это, наверное, потому что тогда я был на много лет моложе и глупее. Вот. А в чем, собственно, суть истории? Когда я сейчас рассказываю по поводу вот этого всего качества архитектуры, как некоего харда несущего софт-контента человеческого, тут может быть какое-то другое сравнение. Это, в общем, книга, конечно. Это книга с отпечатками. И книга, которая единственная несет память о гуманизации, о которых мы вообще ничего не знаем без этого нового архитектуры. Или о которых мы не можем ничего узнать. Ну, бывает там античность. Мы не знаем, ну, я в целом случае, древнегреческого языка. Я не могу читать памятники литературные. Но для меня существование в прошлом древней Греции и вообще Лады, оно безусловный факт, поскольку это все просто отражено в архитектуре. Я могу там мыслить, там, всю эту жизнь. Это замечательным образом чувствуется в Помпее, когда ты, в общем, можешь сам для себя реконструировать весь быт людей, которые населяли этот город. И это имеет очень важный аспект. Собственно, для нас это единственное свидетельство, единственная память о гуманизации, о цивилизации. Есть цивилизации, от которых вообще ничего не осталось. То есть вообще никаким других свидетельств, кроме архитектуры и строительства. Но есть и поколение людей, от которых, в общем, остается только это. Есть люди, которые, ну, там, поколение наших родителей. Мы его знаем, но карты не очень. Дзедов и лавров еще хуже. Прадедов совсем плохо. Они, в общем, как-то в основном ничего не писали. Но они жили, и их жизнь, она вся, как жизнь доисторических организмов, она опечатывалась в камни. И каждая потеря, каждая утрата, каждый снос – это, в общем, вычеркивание, какое-то вымаривание ластиком некого слоя памяти. И для меня там снос, он стал таким варварским отношением к старой книге. Это вырывание страниц, на которых что-то написано. Но есть еще хуже действия. Это когда дописываются страницы и вставляются. Когда мы говорим, сейчас мы что-то такое восстановим, мы не можем восстановить ничего. То есть то, что было сделано и пропало, оно пропало абсолютно безответно. Мы можем сомитировать. И мы начинаем создавать симуляторы. То есть начинаем создавать некие сооружения, свидетельства того чего нет. И это, в общем, вот такая фальсификация. Понимаете, со временем люди вот там снесли здание воинторга, построили там что-то другое. Абсолютно никакого отношения к этому не имеющего. Но народ ходит, и понемножечку это здание, этот симулятор, этот, в общем, чучело, оно как бы экзурпировало название. И понемножку народ привыкает к этому названию и начинает считать, что так оно и было. Или там есть какие-то вещи, там храм Преста Спасителя. Это новый дом, железобетонный, с пластмассовыми украшениями. Но понемножку вдруг там все начинают думать, что да, действительно, это здание построено архитектором Донном в честь. Хотя это не так. Или там более близкий пример. Здание гостиницы «Москва» в Москве. Или здание центрального детского магазина, как он сейчас называется. А это архитектор Душкин, «Детский мир». Вот там я еще помню, каким был детский мир. И что он такой был. Но там, когда его примерили к памятникам, там очень хитро составили предметы охраны. И предметом охраны назначили три вещи. Его технико-экономические показатели, фасад и функциональное назначение. Все. Внутри ничего нет. То есть вот архитектор Душкин там практически не осталось. Но, тем не менее, вот это название, оно понемножечку... И есть города, вот которых я там не могу полюбить. Я не люблю город Родопеш. Может, это плохо. Но потому что я понимаю, что весь этот город, он абсолютно из пустыря. Он весь XII веке изобразил. Лучше бы, знаете, гораздо лучше здесь Сильдор, который там наполовину снесли. И там то, что снесли, оно осталось пустырями. Но ты понимаешь, что здесь, на этих пустырях, что-то было. А вот это действительно построено было там немцами в каком-то там городу. Но это такой грустный город, в котором много о чем есть подумать. Но тут, конечно, есть сразу возражение. Ну как же так? А что же делать с Аршалой? А что же делать с Дресболом? А что же делать с... Ну, вот не знаю. Ну, знаете как, упавшие быстро поднятые, упавшие не считаются. Ну, может, и из тех же подлинных камней, кирпичей собрали обратно. Ну, вот, собственно, вот этот дом, это как раз вот такой неправильный... Я то, что это неправильный, я понял, как точно внезапно. Была такая... Сейчас это называется ДКН, Департамент культурного наследия. А раньше это называлось Управление охраны памятников архитектуры. Там была комиссия, которая рассматривала все новые сооружения в исторической средизостроении. И я сидел там в какой-то очереди, ждал, чтобы выйти со своим каким-то домом. И вдруг смотрю, значит, там очень хвостят человека, а вот от этого дома влево... А там, когда я этот дом делал, там стоял такой маленький железный магазин овощи-прукты. И вдруг, значит, там фасад очень похож на этот дом. Крисы, значит, серьезные люди, историки мне говорят, ну, зачем же вот так подражать? Ну, этот дом, там, в 19 век это... Тут я заерзал как-то, заерзал, пошел какой-то 19 век, это я сделал в прошлом году. Вот, ну, не в прошлом, конечно. Ну, давайте дальше. Филипп. Вот, это... А вот это, наверное, то, как мы, на мой взгляд, вообще не подошли, наверное, правильно. Это драматурство «Сухолоковыни». И это здание надо было написать, документы воссоздать. Вот это было совершенно невозможно воссоздать, потому что не было ни документов, ничего, никакой подлинности там не было. Ну, он нам несколько помог, потому что он помог нам... Давай следующий тогда. А, вот, не поместился, чувак. Давай поменьше я попробую, можно? Что-то можно. Вот. Вот серый дом, вот этот. Значит, заказчиком был, как я хотел сказать, капитал «Плю». Потом, в каком-то время сидели арендаторы, которые сильно мог кроить пропорции «Газпромэкспорт». Вот. И вместо того, чтобы впереди что-то такое изображать «Сухолоковыни», мы сделали такую компиляцию с тем, чтобы откровенно было видно, что это никакой не «Сухолоковыни», не 19-й век, а что это некий дом, который стоит на месте, на котором когда-то стоял дом «Сухолоковыни». «Сухолоковыни». Вот. Поэтому мы вместо одного этажа сделали четыре, ну, там, цокольный, потом белый этаж, актиковый этаж и еще мансард. И нам казалось, что, ну, никогда ни в одну голову не придет мысль, что это какая-то реставрация. Вот. Пришло, однако. И вот недавно совсем это было, когда вдруг тот же самый представитель ДКМ «Департамент культурного наследия» объявил этот дом «Понятник Маштектуры» с подписанием сохранять элементы 19-го века. Там ни одного не будет 19 лет, там все железобетон. Вот. И тогда я понял, что даже так нельзя делать, потому что это тоже тут же становится симуляром. Дальше, пожалуйста. Вот. Но, тем не менее, все-таки мы этот дом любим. А эти «Паразиты», они, значит, что, собственно, вот они окошки нам пробили внутри. Если сравнить эту фотографию с той картинкой, которую я покрыл сначала на развертке, там надо было как раз несколько масштабов.